Продолжаем проходить Омори, и до меня только сейчас, спустя 25 серий, дошло, что Омори это просто выдранный кусок слова Хикико Мори. Вот и всё. Я ещё задавался вопросом, что значит его имя? Теперь понятно, что оно значит. Просто выдранное окончание. Так что играем дальше за нашего Хикико Мори и ищем секреточки. И вот я нашёл довольно классную секреточку. Правда здесь имеются только одни спагетти повсюду. Целая куча жратвы и всё, спагетти, спагетти. Тут явно побывал какой-то поперден дык, правда? Навалил, блин, кучу своих спагетти повсюду. Конечно, хилка хорошая, восстанавливает всё ХП сразу же. Но всё-таки, одно унылое спагетти. Хватит его с меня и Вандертейль тоже, да. Вот снова нас снимают. Каждый раз в одной той же позе почему-то, несмотря на то, что мы стоим совершенно в других позах сейчас. Вот на этом вот внизу, вот видите, как мы совершенно стоим по-другому, не так, как нарисовано на этой картиночке. Поэтому это совершенно неестественная картиночка. Так, кстати, знаете, я тут перепрошёл предыдущие локации за кадром и пофармил денежки. И теперь у меня... 169 тысяч. О, да. Частично я их наформил, собственно, на врагах с помощью этого самого монетки-гребешка, которые удваивают количество получаемых денег. В том числе из тех близнецов хлебных набрал 20 тысяч рублей таким образом. А частично в казиношках, потому что там, оказывается, можно вполне себе честно выигрывать. Примерно так, тысяч пять каждую пару минут или типа того, если так стараться, по крайней мере, без конца закидывать и закидывать эти денежки. Так что вот, теперь у меня есть деньги, чтобы оплатить всего этого гробанного художника со всеми его гробанными заказами. И ещё останется, чтобы купить здесь не рожков, возможно, может быть, они тоже мне пригодятся. Так, а пока что давайте дойдём до конца, наконец, этой локации, потому что я в прошлый раз в этот зелёный портал зашёл по глупости и не пошёл вот сюда. Вот, здесь я ещё не был. Заснимем эту комнату, так уж и быть, для галочки. Хотя это та же комната, где мы уже были, по сути, просто мы теперь снаружи находимся, на внешнем периметре. Повсюду все эти прыщи этого кита тоже торчат одинаково и просто ужас. А вот здесь довольно интересный конвейер со всякими интересными вещичками. Горшочки, помидорчики. А это тот самый пёсик, который нам, собственно, выдаёт вещички в этом самом... в лесу. Тот самый фумитокс местный, классный пёсик, которого мы гладим и получаем у него жизнью джема бесконечные. Круто же, правда? И ещё один пёсик. Они тут бесконечные. Молли сказал дам написать буквы на спине и встать в этом порядке. Но я думаю, порядок был таким. Я уверен, что должен поменяться местами с тем, что справа от тебя. И когда я говорю «справа от тебя», я имею в виду тебя, человека, стоящего передо мной, не какого-нибудь гипотетического наблюдателя за экраном. Должно быть, это ещё один чёлкнутый пазл Молли. Эта девица слишком сильно любит всякие игры. Если бы она просто сосредоточилась, она бы, наверное, уже столько всего хорошего для мира сделала. Как хорошо, что я перепроверу, прежде чем написать эту М. А то я написал бы ещё одну Б. Было бы не слишком хорошо, да? Было бы тогда УБУБЫ. А так у нас УБУМ. Нужно отрезать одну М, один вот этот прыщ самый крайний левый. И можно будет ввести пароль. Арбузик. Арбузик есть, остырить его нельзя, к сожалению. Жалко. И ключики у нас вне земелья. Ну да, конвейеры с вещами, это, конечно, приколенько. Но, правда, этот пазл я уже решил, конечно же, благо, что его можно забрутфорсить. В отличие от самого первого пазла, который, типа, самый лёгкий. Решение там, оказывается, есть. Я сейчас, перепроходя всё это дело, заметил, наконец-то, решение. Нужно смотреть в каждую комнатку из этих телепортирующихся комнаток. И смотреть, кого там куда телепортируют, на какую кнопочку, собственно. Это и подсказка. Ладно, неважно, всё, короче. Последняя загадка, самая трудная, типа. Активируем. Поехали. Это мы только сейчас левую часть этого кита изучаем. Есть ещё верхняя, ещё правая есть. Я буду здесь, наверное, ещё вичность просто такими темпами бегать. Итак, последняя, это... Полосочки разноцветные. И сразу же последний портал. То есть можно пойти и сразу же забрутфорсить при желании, загадочку. А можно сначала пойти всё-таки поизучать, что там находится. Давайте изучать, чё ж, раз уж мы начали. Ну-ка. С червиями я уже подрался, к счастью. Так, один червь, два червя, три червя. Ну, то есть это типа должно что-то намекать, возможно, да? Это положение червей. Ну-ка. И куда она сейчас телепортирует отсюда? Здесь тоже три червя. Ну да, очевидно, тут нужно решать. Ведь, короче, обращать внимание на вот эти вот количество червей. Один червь, два червя, три червя и так далее. Ну-ка. Ах, наконец-то, комната без водопада. Этот яркий белый свет идеален для моего летнего загара. А, ну да, он реально как будто загорелся. Что у него там? Он прозрачный или что это в нём? Что это за железная борода? Хэзэ, короче, неважно. Так, всё, мы эту загадку посмотрели и сразу же поняли, что здесь нужно делать. Правда? Совершенно не думая об этом. Ага, конечно. Хе, я просто выписал себе решение, потому что мне совершенно накласть. Да. Итак. Нет, секундочку. Сначала нужно перерезать вот этот. Похоже, торпотёнка для уморья. Да ладно, почему он не может просто твой ножик одолжить, в конце концов? Перерезаем один. Перерезаем два. Сейчас будет бум. Нет, к счастью, бум мы уже видели, поэтому можно его скипнуть. Скипнули. Вот так вот, другое дело. Опять все в меня вошли. Илья во всех вошёл. Какие мы, конечно, удобные. Как мы трёхчка складываемся, правда? Здорово. Не то, что в Undertale, где все персонажи старательно стараются обойти друг друга. По огромному расстоянию. Ну всё. Пазлы мы эти решили. Совершенно честно и легально, да. Абсолютно, так сказать, нагрузил свой мозг мыслительным процессом. И всё ради того, чтобы вот увидеть очередную катсценочку. С нашей гробанной душечкой. Сколько ещё это займёт? Я не хочу ждать весь день. Моя работа требует терпения. Помолчи, дорогуша. Мне нужно сосредоточиться. А сейчас? Почти готово, дорогуша. Короче, очередные там анимешные девочки будут, да? Сделано, наконец-то. Моё величайшее изобретение завершено. Так завершено, что аж текст вышел. За пределы экрана. Робоклон душечки? А, это секс-бот, скорее всего. Но в принципе, да, в этом есть смысл. Одной душечки на всех ростокотов не хватит. Нужно, чтобы они продолбили дыру ещё и в железном виде. Душечки. А теперь говори, говори, мой замечательный робот. Нихрена, там матов, конечно, насыпало. Оу. Да, звучит непонятно. Наверное, что-то не так с кодом. Это всё потому, что ты меня торопила, сучара. Место любви оно теперь запрограммировано. Убивааать! То есть оно не отличается от душечки, правда, получается? Хе-хе, нет. Идеальная копия, что ж. Хэмф. Не вини в этом меня. Она твой робот. Из-за тебя мои надежды найти идеальную пару разрушенной. Ты сильно меня разочаровала. Я ухожу. Боже, какая она доставучая. Но теперь она не моя проблема. Теперь это будет моя проблема, вполне очевидно. Ага. А, почти забыла. Эта девчонка должна мне заплатить. Нужно найти её, пока она не ушла. Главное, меня платить не заставляйте. Потому что я свои деньги и так буду сливать трус странному хужожнику. Да уж. Так, и всё. Мы пришли просто, чтобы посмотреть на эту сценку с балкона и даже здесь можем подойти, правда? Ну, хорошо. Всё. Да, наконец-то. Хотя бы одна треть этого гробанного кита исследована. Поскакали поскорее в следующие две трети. Ой, жесть, конечно. Сколько это времени займёт? Ну, наверное, пойдём сначала направо, чтобы было так красивенько. Слева, справа и по центру. Каждый раз, видимо, будут пазлы. Я-то, дурак, наивно надеялся, что у нас тут будет исследование чрева китам, а тут, блин, гробанные лаборатории повсюду. Так что вместо этого мы проводим всякие эксперименты, всякие тесты, всякие пазлы. А могли бы просто по кишечнику спуститься и выйти через сзади проход и не париться со всем этим, понимаете? А мы тут паримся, к сожалению. Так, это чё, какой-то новый враг, видимо, да? Ну, а если это новый враг, то как бы и хрен бы с ним. Потом посмотрим. Хотя, с другой стороны, чё бы его не зарегистрировать. Давайте пазаем, что-то такое вообще. Ну, просто какой-то пузырь. Благо, что с ними даже драться не нужно, чтобы их занести в Покедекс. Удобно, конечно. Как, в принципе, и с покемонами, но, опять-таки, покемонов нужно поймать, чтобы их занести полноценно в Покедекс, а не просто как-то просмотренных. Разноцветные зелья и пробирки всех форм и размеров. Почему бы нам не влить их все в Келла? Чисто ради эксперимента, понимаете? И только ради науки, как говорится. Эй, зацените, люди, знали ли вы, что мы, Хамфри, достаточно сильны, чтобы выдержать течение водопада? Смотрите. Пью. Ой-ой, похоже, что этот был исключением. Ничего не поделаешь, всего лишь естественный отбор в действии. О, знаете что? У меня есть идея. Думаю, если мы соберем достаточно Хамфри, тогда мы сможем использовать их как мост на ту сторону. Эй, я это хотел сказать. А почему бы не использовать, собственно, вас в четверых? Можешь тоже спокойно вполне так растянуть. Тык-тык-тык-тык-тык, и все. Одного Келла можно хорошенько вытянуть. Он вон какой в реальном мире здоровенный, длиннющий. Давайте здесь его тоже вытянем, растянем, и все, и переложим его, собственно, через мостик. В качестве мостика, да. Привет, Омори. Вижу, ты снова повесился. Да что ты будешь делать? Сколько можно вешаться? А стоп, а чё в смысле? Квест Безел уже сделался ни с того ни с сего? Когда я его успел сделать-то, вы чё, блин, э? Нет, он просто испарился. Ну, спасибо большой разработчике. Я думаю, что мы его и сделаем. Он будет у нас тут висеть в списке сделанных. А я его провалил, походу, этот квест Безела. Тебе только осталась плачущая Ива, которую ещё хера знает, когда мы сделаем, спрашивается. Да. Ладно, давайте от грусти набухаемся, что мы уже не смогли спасти своего друга, и вообще напрочь на это забили. Вычеркнув квест. Жалко. Мари, это желе очень вкусное. А из чего оно сделано? Из мяса людей, наверное? Я не уверен, Акелл. Я просто собираю его со стены пола. Тебе нравится? Ты... Что? Хе-хе, шучу. Я сделала его смешат фрукты. С... Э... Желатином. А из чего ты сделала желатин? Хорошо, да, но... Из чего сделан желатин? Да-да. Ну, Келл. Желатин? Желатин сделан из желатина. Вот как? Ну, какая разница? Еда есть еда, как-никак. Хм. Да, как говорится, пол сделан из пола. Я сейчас настолько сонный, что я только такие мысли могу выдавать, по идее, сейчас. Ну ладно. Так, полевая работа в процессе, не беспокойтесь. Нахрен ты вообще нужен? Ты ничего полезного не подсказываешь, говнюк. Так, тут у нас есть обходные пути, что ли, какие-то. Она, наверное, сохранится на всякий случай. А то сейчас как подниму тревогу. Может быть, тут имеется... Развилки? Нелинейность? Кто знает. Было бы неплохо, на самом деле, для разнообразия увидеть нелинейность. А то все идешь, идешь по одной той же пути. Эй, Хамфри, хочешь присадиться к своему другу Хамфри на водопаде? Конечно. Я думал, вы никогда не спросите. Вау. Вот это, конечно, у нас дар убеждения, ничего не скажешь. Просто позвали и все. Мы, Хамфри, в секторе Медузы считаем себя лучшими из лучших. Медуза хорошо к нам относится и регулярно нас кормит. Такого не скажешь о Марине с Молли. Не волнуйтесь, когда я тут до них доберусь, они все ваши. И Медуза, и Марина, и Молли, все будут выпотрошены ради денюжек. Я очень плохо в биологии, но это никогда меня не оставляло. Все Хамфри из сектора Марина постоянно исчезают, так что она часто просит Медузу одолжить ей своих. Глоть. Надеюсь, они следующие. Да, уж ох уж эти... Текстовые изображения звуков. Как из хентая какого-нибудь. Так, это очередная работенка для Келла. Наконец-то вспомнили про его существование, мы его уже тысячу лет не использовали. Ну-ка. Кидаем во все стороны сразу, бдуф. Может где-нибудь там откроется какой-нибудь секрет за водопадом или еще что-нибудь из Микини вот туда далеко. Но нет. Зачем тогда вообще нужное направление, если они ничего не решают? Бдуф. Вскрыли дверку. Здорово. Теперь пора вскрыть эту самую душечку для разнообразия. То она меня уже заманала. Один раз мы ее отодрали, а то где-то ничего не привело. Сейчас нужно будет заново ее, видимо, отдирать. Какого хера тут встал свалить сюда нахрен? Так. Тут, видимо, делать больше нечего. Музыка такая играет легкая, расслабляющая. Эх, из-за этого я сейчас еще сильнее начну засыпать. Спасибо большое, разработчики. Ну-ка. Эй, Хамфри, да, присоединяйся. Бла-бла-бла. Лады, я люблю делать мосты. Будем приносить их в жертву науке. В конце концов, почему Умори, вернее, Саня не может просто придумать мостик? Он же придумал весь этот гробанный мир. Придумай что-нибудь попроще. Зачем ты придумаешь себе каждый раз всякие усложнения, спрашивается. Не понимаю, конечно, этого любителя усложнять себе жизнь. Ну-ка, что у нас там? Может что-нибудь вкусненькое? Что-нибудь классное? Пятеро-ботенка для Умори. Эх. Вот бы был мод, объединяющий всех персонажей в одном, чтобы их не нужно было без конца переключать, и сразу же за одного все это и делать. Ну, взял бы биту у это самое... Вернее, взял бы, да, мячик у Кела, биту у Обри, и лицо Хиру, наверное, на себя натянул, чтобы всех очаровывать. И все, я Умори мог бы стать, собственно, универсальным персонажем, делающим все за всех. Понимаете? Это было бы куда проще, я считаю. Да, я тебе угадаю, сейчас я не пролезу, да? Потому что враг встал здесь прямо... А, нет, к счастью, он не мешает. Ладно. Окей, раз уж все этим занимаются... Да-да, все собираются в групповушечку. И мы тоже тут групповое плавание устраиваем. Ну-ка, групповые заплываем. На всем, конечно, попадает вроде неплохая вещь. 4 тысячи опыта, 400 рублей и арбузный сок. Арбузный сок, это вроде классная такая хилка, восполняющая много сока. Но опять же, все эти уникальные хилки плохи тем, что ты не знаешь, когда ты их будешь использовать, понимаете? Потому что их мало. Если всякие там курицы и пиццы я могу формить бесконечно, и таким образом без конца ими спамить, то вот арбузных соков у меня, блин, штуки две сейчас, кажется, за всю игру накопилось, и все. Ну-ка, сейчас посмотрю, что вообще имеется. 4 штуки восстанавливают полностью сок, друг, манна небесная. 4 штуки. А то есть, может, пойди начать уже их использовать, это уже не 2 штуки хотя бы. Хорошо. Так, эм, я, кстати, иду куда нужно или нет? Ой, катсценка началась, видимо, куда нужно. Ого, сколько тут крутых растений, только посмотрите! А теперь тебе тут стало интересно. Почему ты предыдущие зельки не захотел бухнуть? Тоже из интереса чистого. Хм, базовичок. Базовичок? А, это база. Да, так называется растение в этом горшке. Базированное растение, да, однозначно. О, как мило, это название чем-то мне напоминает. Но, я не помню о чем. Ну да, перевод имени определенно стоило сделать в таком случае, раз уже здесь есть конкретная игра слов с именем базовичка, понимаете? Нужно было его не назвать базовичок, а перечти как базилик. Вот и всё. Книги, полные знания на языковом языке, растения используемы для исследований. Страницы, полные исследования и всего прочего. Так, я скажу, что эксперименты ведут за 14 уровней умноженные призмлюзов. Короче, в очередной раз разворчики думают, что если провести какой-нибудь херотень, то это будет смешно и интересно. К сожалению, не становится ни смешно, ни интересно. Что в Undertale, что здесь. К чему всё это, не понимаю, да. И дело не в том, что я не проходил основной путь, и что-то не понимаю в том, что просто юмор всех этих американских игр меня вообще не смешит, просто хоть, блин, ты треснее. Так, ладно. Кдуф. Этого даже упрашивать не пришлось, правда? Подобно, конечно. Чё у нас тут, Халка-кролик, каждый раз будет выскакивать, пытаться нас залить своими токсинами. Так. Нет, ни разу бы не смогли найти какой-нибудь интересный секрет, бросая мячики во все стороны. Даже как-то жалко. Ну хорошо, всё, хотя бы здесь нету пазлов, просто беги себе в конец уровня, вот и всё. Этот геймплей как раз вполне по мне, да. Если бы ещё не вот эти вот враги, блин, которые без конца тут встают в таком тесном узком коридорчике, так что ты от них никак не уклонишься, просто отбахайся и всё. Так, тут ничего нету, опять вещи, короче, классные вещи. Ничего интересного здесь нету всё равно, ищем только синие арбузы, зелёные в топку. Так. Всем, поехали. Хотел изучать кишки кита, вот теперь у меня есть такая уникальная возможность. Замечательная. А, всё-таки вас нужно уговаривать. Давайте, снова мост зайдёт, когда там обед. Скоро-скоро мы вами всем пообедаем. Жду не дождусь, вы меня уже заманали малость одинаковый НПС. Хочется пуфу истекав. Ты в большом водоюде, в большом водопаде на юге, давай, бла-бла-бла-бла-бла. Так. Всё, мы здесь закончили. Ну, ты можешь быстрее двигаться, что ты тут встал на дороге? Псидец какой-то. Вот как вот быть тут, спрашивается, а? Дайте пройти, спасибо большое вам. Скоро ты, мне сюда не нужно, тупик просто. Всё, мостик готов, и он даже под нами не обрушивается, что было бы вполне ожидаемо. Ну, давайте тоже, обрушитесь уже, я хочу испытать превосходное падение в миллиардный раз, как у нас уже было несколько раз за эту игру постоянно. Падаем, падаем, падаем. Хочу ещё раз спать. Хочу ещё раз заупасть на это самое, на днище геймдизайна. Да уж. Вы получили дынный смузи. Очередная птичка, которую я, скорее всего, не вспомню, что на меня вообще имеется. Коплю их и коплю зачем-то. О, какая-то прям ширма, сейчас в театр вплывём какой-нибудь, да? Ой. Чё это такое вообще? Чё это было сейчас? Упала жрачка, что ли, какая-то? А, ну да, падают фотошопные картиночки. Они, видимо, носят там урона, типа того, да, мы получили чуть-чуть урона сейчас. Жалко. Вот в реальной жизни, если геймд на какой-нибудь гигантский бутер, он точно не получит урона. Он, скорее, получит плюс 500 килограмм веса после этой всей вредной жрачки жирной противной. А мы получаем только по башке, к сожалению. Да уж. Эм, тут даже развилки какие-то имеются. К чему? Тут есть секретики? Есть что поискать? Ой. Здоровенный, жирнющий растокрот. И что же будет, если мы примем его на себя, что называется? Давайте, промоки его на башку. Бдууф. Я большой кротиоа. За то, что вы нашли меня, я благословляю вас великой удачей. Нифига себе. Я, оказывается, не зря это сделал, видите, уникальный энкаунтер получился. Хех. Здорово. Но вот иногда стоит каждую уникальную вещь внимательно исследовать. Я это ещё по Бэтмену сейчас понял. Да уж. Там каждый уникальный предмет является частью пазла. А тут уникальный предмет что-нибудь вознаграждает нас чем-нибудь, возможно. А нас, может быть, реально вознаградили? Может быть, у нас удача повышенная стала? Или ещё что? Да вроде нет, как у нас было, так и осталось. 20, 12. Хм. Хотя, стоп, секундочку. 20, 12. Да нет, всё то же самое. Обри всё ещё удачи никакующие. Обри у нас самая неудачница, увы. Величайшая в мире. Ну-ка, что у нас тут? Всякие рекламные афиши, радости, игры. И везде одни и те же уроды. Опять улитик. Сколько раз тебя ещё нужно убивать, чтобы ты закончился? Опять он тут заспавнился, стоит бэрит. Так, мы посмотрим. Ой. Какой интересный водопад. А то он нас поднимает обратно. А, ну да, это водопад, который течёт вверх, собственно. Ну, такое тоже бывало во всяких там покемончиках. Так что ничего нового. Ну-ка. Сейчас будем кидаться опять за келла. Хорошо, что я не стал его выключать. О, тут можно во всех троих накидать, наконец-то, да? Здорово. Для раздвазия, почему бы и нет. Раз, два, три. А, и всё что ли? Это просто прикол делается. А, так и нет. Тут нужно как-то правильно подобрать цвета, видимо. Или типа того. Эй, а почему вот это и переключается? Возможно, потому что он единственный правильный из всех. Или это всё просто прикол какой-то. Сложно понять. Вот и пойми, что здесь является пазлом, а что приколом. Да, мы кидаем в них разные пробирочки, поэтому и каждый раз по-разному меняются. И что, мне нужно, чтобы они стали одинаковыми хоть в чём-то, или мне нужно что-то конкретное на них накидать. Какую-то конкретную жидкость. Забросать их бутылочками камоль, типа того. Ну, не знаю, мы покидаем пока что одно и ту же. То не знаю, что тут нужно делать. Кидаешь, кидаешь, кидаешь. Пока что-нибудь не сработает. О, сработало что-то. Мы получили арбузик. И это даже синий арбузик, наконец-то. Что-то полезное и уникальное, да. Ну-ка, ща позырим. Не зря я решил поиграть в эти ваши местные игры. Вы получили луковое колечко. Ну-ка. Может быть, он будет лучше, чем универсальный пульт? Хотя нет, нет, нет. Надо смотреть у того персонажа, у которого самый фуфловый аксессуар. Обычно у меня самый фуфловый аксессуар находится у нашего Хиро, потому что он самый крутой и живучий. Так, так. По умолчанию. Ну-ка. Луковое колечко. 20 сердца, 20 сока. Только одно. Ну да, фуфловато, увы. Чё толку нам повышать эти статы? Нам нужно повышать защиту и атаку. О, что никак не, блин, свои дурацкие цифры, которые потом только потребуют больше аптечек, чтобы их вылечить. Так что, увы, зря профукал время на эту мини-игру. Давайте профукаем время на ещё одну мини-игру. Ладно, с другой стороны, чё, страдаю фигнёй. Очевидно, что если я сам что-то и пудет, то я это уже за кадром найду. Вся, поехали. Ищем уникальный крутой контент. Да ты блефуешь. Тебе меня не обмануть. Тебе меня не обмануть. Я. Тебе не победите. Не победите карты. Я ставлю всё. О, ну хотя бы не в шахматы сам с собой играет, то есть не полный маразм. Я читаю книгу про кондиционера, она очень информативна. Я пытаюсь расслабиться, но никак не могу перестать думать об очень интересной книге про кондиционера, которую я недавно читал. Ух, ух, ух. Поддерживание себя в форме требует много работы. А у них тут, естественно, коллективный разум, видимо. Значит, что я обожаю кондиционер, разве не лучше? Какой белый бассейн. Давай мы теперь в него столкнём. А, это я сам в нём утопился. Ну, молодец, всё. Буль, буль, буль. Это который уже улитик подыхает за эту игру. Уже третий получается, да? Одного молнии зажарило. Ну, видимо, это скорее всего разные улитики. Потому что раз уж тут есть вот эти вот все клоны, да может быть и клоны улитиков тоже имеются. Хотя какая мне разница, в принципе, чё я об этом думаю вообще? Тут подняться нельзя. Столько НПС, у с ним нельзя пообщаться, вы что? Как же так? Я так хотел узнать их интереснейшие мысли. Теперь придётся уйти без них, собственно. О, прикольно. Тут уже начинается прям уровень, как король лев на Сеге. Ракуна Матата. Там тоже без конца по водопадам спускались туда-сюда. Тут есть развилки, то есть, очевидно, есть какие-то уникальные вещи. Вот одну вещь я уже нашёл, круто, чё. Синий арбузик, ещё один. Бдуф. Мы получили аппендикс. Так, хиру, у тебя там, кажется, не хватает органов. Давайте чё-нибудь пришьём сейчас дополнительное. Ты у нас там пожертвовал своё. Ничего не делает. Ну, просто здоровенная кишка. Ничего не делает, но при этом мы теряем все наши замечательные статы от хлебушников. Так что, извини, хиру, ну будешь и дальше без органов ходить. Тебе они, кажется, не нужны. Тут, видимо, нужно много раз плутать по этому водопаду, чтобы можно было стырить все вещи, возможно, да? Пришли поплавать, я тоже. Молодец, держи в курсе. Так, где мы сейчас, интересно? Сколько водопадов тут? А, ну да, вот он, собственно, путь обратно. Может, я ещё раз плыть при желании спускаться снова, снова и снова, пока мы не соберём все вещи. Но зачем? Ах, так вот зачем. Потому что тут, оказывается, ещё и клавиша находится спрятанная. Я её случайно совершенно заметил, пока тут плавал туда-сюда, изучал, что-то имеется. Ну, хорошо. Получается, что-то секретное я нашёл. Клавиши тоже нужно все постараться заснять. Правда, я сейчас не заснял то, как я её получал, потому что я думал, что тут ничего интересного не будет, кроме вещей каких-нибудь. Но ничего страшного, ладно. Зато показался сам факт, что мы её собрали. Теперь у нас осталось всего-то пять клавиш, и из них всего-то две сюжетные. Так что неплохо-неплохо. Возможно, мы узнаем, что же там за рисуночек и куда же нас приглашают, собственно. А пока что... А чего вас так много здесь, собственно, стало? А, ну да, потому что я их скидываю, пока плаваю на водопаде. Так, допустим. Куда бы теперь, собственно, можно нырнуть? Чё ещё интересного? Все мои друзья оставили меня, чтобы построить мост. Но я им всем покажу, построив мост ещё больше. Если вы видите плавающих камфри неподалёку, пошлите их сюда. Да, блин, так вот зачем тут нужно плавать при том водопаду? Нужно собирать всех этих чмоней снова. Да, начинается. Снова нужно будет их всех фармить здесь, чёрт. Давайте мы так просто скипнем, да и всё. И вот спустя несколько часов тошнотворного плавания, тут даже Хиро успел немножечко повонять, что его сейчас тошнет от всего вот этого вот. Мы наконец-то готовы покинуть, надеясь в последний раз эти плоты и пойти уже заниматься каким-нибудь жёстким рубиловом. Да, но для чего я коплюсь эти оптички, если тут не с кем драться тут толком-то? Кроме всех этих однообразных врагов обычных. Вся эта злисть становится настоящей угрозой. Нам стоит начать думать о том, чтобы нанять пару хамфри-уборщиков из сектора Молли. Просто начните всё язычками вылизывать, подумаешь? Вам всё равно нечем заняться. Медуза и её сестры десятилетиями изучали мир. Её сёстры, да. Эти книги, плоды их работы. Это не получается, столько новостирали здесь книг, настоящие Дарьи Донцовы. Из Мирового моря получается, да? Эх, только послушай, как они веселятся. Хорошо тем, кто работает на полставки. На полставки, на полвставки, на полшишечки. Сколько бы раз я не повторял этот экскремент, вернее, эксперимент, хотя в принципе всё так же, да. Он не проходит так, как нужно. Придётся снова обратиться к руководству. Так, это вещь вижу. Хррэм. Хррэм. Ну, хотя бы хррэм. В Макерку Кастл, в библиотеке, там один Макерку стоит делать кое-что более приятное, чем хррэ. Он делает ах, 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 всякое такое. Хи-хи-хи. Надо бы однажды золот сплетит, уйгум. Так, ещё одна катсценочка. Боже, тут просто чудовищный запах. Сколько ещё это займёт? Мой нос весьма чувствительный, знаешь ли. К запаху ты привыкнешь, а теперь помолчи, сучара, я работаю. Оно готово. Ух, наконец-то! Здравствуй, моя идеальная пара, проснись. Не трогай стекло, Клоунесса, ты испортишь эксперимент. Да, я бы никогда! Ну и всё, теперь стало розовое. Видимо, это будет слизня-душечка, да? Слизня-камовая душечка. Видимо, это будет страшнее, чем робот. Что произошло? Ну да, это действительно камовая слизня-душечка, как я и думал. Боже мой, этот эксперимент превзошел все мои ожидания. Погляди, куколка, результат абсолютно идеальный. Узри, безупречная версия тебя! Сейчас она придерется и докопается, да, естественно? Потому что я ещё не посетил третий эксперимент. Именно там будет ещё что-нибудь, скорее всего, неудачное. Действительно, совершенно идеальное, но у неё нету бантика. Хм, она мне не нравится. Что ты сказала, я не ослышалась? Но на всё, чего ты просила, это же больше. Ах, простачка, нет ничего идеального меня, но ты, как я посмотрю, этого не понимаешь. Да ты всего-навсего халтурщица. Только время впустую потратила. Я в бешенстве. Ах, хватит с меня этого абсурда, клиенты или нет, но ты истрипал мне последние нервы. Кто тебя научил так хавить? А тебе прошу прощения, это трата моей драгоценной энергии. Мне есть гораздо более важные дела. Как ты смеешь уходить первой? Это я должна умчаться отсюда в бешенстве. Ну ладно, всё равно неплохо так теперь имеется второй клон душечки. Правда, этот клон никуда не делся, просто стоит на месте. Перелезь бы через балкончик и утащить её с собой. Зачем? Нахрен знает, нафиг она всралась, если подумать. Действительно. Всё, отправляемся в третью ветку. По крайней мере, вторая оказалась проще, чем первая. А тут думать хотя бы не нужно было. Знаешь себе, плыви, плыви, плыви. И то хорошо. Я сегодня такой сонный, что думать совершенно не способен. Так, радиопассивные отходы повсюду снова. Здорово, конечно. Надеюсь, у нас вырастут лишние конечности. Чтобы мы ещё эффективнее могли ими махаться, не знаю. Или щупать друг друга. Не, не. Похожая торботёнка для обрия. Да? Обрия у нас теперь будет прыщи лопать. Понятно всё. Вдув. Он выскочил в другом месте. Странный вырос. Снова растёт, если сильно ударить. А если ударить сразу же по всем выростам одновременно, эээ, тогда ему некуда будет деваться. Видите, я просто гений, понимаете? Но, к сожалению, наши герои для этого не поддумаются. Увы. Хотя можно было бы разделить силы, и всем жмя какую-то посильнее. Чё у нас тут? Росток рот, ещё какие-то животные. А, это кроличек. Это растение из внеземелья, вроде бы. Ну-ка. Вдув. Хорошо, что эти диты нам ещё и помогают. Личностый рост вырос там. Он удобно превращается в мост и сильно ударить. Вы правда считали, что здесь нужны подсказки к этому пазлу невероятно сложнейшему? Тут же не догадаешься, что нужно сделать. Правда? Прямо вообще невозможно понять. Да уж. Книга на непонятном языке. Телефон-то не звонит. Добро пожаловать, Марина сейчас не принимает посетителей. Но если вам нравятся экспонаты, можете залезть в клетку и подождать следующего эксперимента. Вы поймёте, когда крики прекратятся. Крики прекратятся, когда мы придём и вас всех поубиваем наконец-то. А то всё терпим-терпим всю вот эту вот вашу упородость и ересь, которую вы здесь занимаетесь. Да уж. Неэтичный научный эксперимент и прочая срань. Ещё и животных мучаете, понасажали их тут в клетки. Выпустите животных! Выпустите! Я хочу их замочить сам, чтобы они не мучились. Да. Я первый эксперимент Марины. Она сделала меня из песка и фруктов, когда была совсем маленькой. Что хотите сделать? Тыкнуть, погладить, погладить. Фуксия сделала колесо. Ну-ка, а если тыкнуть ножиком, интересно? Хе-хе, щекотно. И всё, что ли? Допустим, стол покрытый слизью. А, я думал, какой-то пистолет лежит. Это просто слизь. Коробка полная слизи. Да? А чё это за мясо наверху? Чья корочка тут успели выпотрошить? Обычное растение. Его листья твёрдые и ломкие. Мы тоже успели всё потрогать хорошенько, пощупать. Ведь не стоём свои руки. Грязные. Рискуя, что их там откусит. Я второй эксперимент Марина. Она слепила меня из глины и камней, когда была совсем маленькой. Что хотите сделать? Да, наклазить, собственно. Что с вами ещё делать? Какой в этом смысл? Вы неинтересные. Так. НПС в этой игре, к сожалению, унылейшая. Прямо как в ТС Андерсвапе. Тоже думаешь, зачем с вами с ними общаюсь? М? А, мы ж безумный учёный. Может быть даже хочет захватить мир, а? Кто знает. И-и-и. Так, прикольно. Ещё два сушества в Покедекс занесены. Блин, тут повсюду эти самые развилочки. Опять трудился думать, куда идти и про рожей серию заканчивать. Дойти бы до сейва, собственно. И всё на этом пока что. А, вот, собственно, и сейв. Какое совпадение, правда? Мои за это самое желание сбываются, кто их называет. Это просто здорово. Я третий эксперимент, Марина. Она сделала меня из резиновой перчатки, когда была совсем малышкой. А почему резиновую перчатку нельзя натянуть, только тыгнуть и погладить? Кто это сделал? Покажись. А, то есть он говорит, сам с тобой, видимо, не знает, что мы здесь находимся. Ужас. Что? Кто здесь? Несчастное существо. Позорительное стадо я лучше не трогать. План успешного эксперимента. Ну-ка, вот здесь будет что-то реально интересное, да? 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 Нет, это снова пачка джема. Во всех этих тайниках находятся пачки джема, к сожалению. Ну, допустим... О, приветик, обре, мило выглядишь сегодня. Ты всегда так ухаживаешь за своими волосами. Ага, особенно учитывая, как будут любим постоянно плюхаться, плескаться, падать с высоты. И почему-то укладка обре всё ещё идеальна. Здорово же, правда? Ладно, так в реальной жизни всё было просто. И снова везде стомнительное желе. Закончили со всем идеей у Марии, к сожалению. Хоть бы, не знаю, Члэйчинку приготовила что-ли для разнообразия. Так, пикничок и конец серии, наконец-то. Чёрт, что тут случилось? Это место сплошной бардак. Апчхи! Вся мебель выглядит очень пыльной. Наверное, она здесь уже давно. Кажется, это место использовалось как офис или типа того. Разве не это не логово, полное морских ведьм? Все эти вещи совсем не выглядят по-ведьмински. Ну, нам известно это со слов душечки. Не знаю, вера ли я душечке. А тем более её источником. Мы должны остановить душечку. Она точно что-то задумала. Так мы типа уже слышали, что она задумала. Да должны, в смысле? Мы всегда можем заняться своими делами. Про болезнь уже не вспоминаем, да? Ох, вот чем мы теперь задумаемся. Защищаем мир от зла? Как весело! Как защита мира от зла связана с душечкой? Ты её видел? Она и есть зло! Справедливо. Ну, кто-то же, наверное, должен этим заниматься. Да-да, вот Хиро и запряжём. Он же у нас суженный душечки. Суженный и расширенный. Хе-хе-хе. Ну вот всё, собственно. Пока что в этом оканце, наверное, закончу всё исследовать. Лучше за кадром здесь побегаю, пособираю вот этот вот мусор, все эти визички дурацкие. Скорее всего, опять очередные хилки не особо нужные. Так что ищем только синие арбузи. Может быть там где-нибудь будет какая-нибудь имба классная. Посмотрим. Давайте пока что отдохнём и скоро продолжим.